Автору спектакля «Элес» через героев удалось воплотить на сцене самые благородные качества народа. Это история о том, как люди свято чтят свою историю и традиции. Чего стоит характер Искендера, для которого дружба, решительность и выносливость стоят выше всех обстоятельств. Искендер – один из главных персонажей. Наваньон лишился конечности, но, несмотря на это, и другие тяготы судьбы не сдаются, а наоборот, еще больше борется за светлое будущее и никогда не теряет надежду. Представление повествует о том, что люди живут своей обычной жизнью. Но внезапно судьба народа меняется кардинальным образом. Начинается война, которая приносит с собой бесконечные страдания, когда братья, отцы, сыновья и мужья уходят на фронт. Наступает разлука с родителями, любящими женами и детьми. Тогда самым страшным был документ призыва. В спектакле говорится о том, что никакое горе не сломило мужественный народ. Братские отношения, сострадание друг к другу и солидарность способствовали преодолению любой беды. Артисты театра юного зрителя здесь, на сцене Национального драматического театра, воплотили в жизнь все образы, передая атмосферу трагических дней войны. Рассказали о тяжелом труде тружеников тыла и страданиях народа. Спектакль прошел с аншлагом. Зрители не скрывали эмоций. Казалось, они проживали вместе с героями трудные времена войны. Радовались и смеялись, плакали и горевали. Сегодня для меня стало открытием и новостью. Где-то год не посещала театры. Очень понравилось. До этого Асангуль Абдегулова не раз писала значимые произведения. Ее перу принадлежат многочисленные пьесы. А это произведение очень близко каждому из нас. Оно призывает нас к доброте, благородству и патриотизму. Спектакль «Лес» представлен по произведению писателя и драматурга Асангуль Абдегуловой. От имени президента автору была объявлена благодарность. Был отмечен талант актеров театра юного зрителя имени Кадыкеевой. Это такая экспериментальная площадка, когда мы одни театры привозим на площадку других театров. И поэтому сегодня, мне кажется, они полноценно могли сыграть, полноценно показать уровень своего театра. Ну и в том числе после ремонта, конечно, атмосфера была великолепная. Все люди, которые приехали, они с радостью уходят от получения удовольствия от этого спектакля. Театр юного зрителя был основан в 1927 году в столице Кыргызской ССР в городе Фрунзе. В 1943-м он закрылся и вновь открыл свои двери спустя 46 лет, в 1986 году.